Привет всем, добрый день. Меня зовут Виталик, я алкоголик. Спасибо большое за возможность поделиться своим опытом в реабилитационном центре. Это лично я считаю очень важный опыт, так как мое выздоровление 4 года и чуть-чуть меньше, чем 8 месяцев. Я на сегодняшний день чистый и трезвый 4 года, 7 месяцев и 26 дней. Вот так ровно, если отчитать назад этот вот отрезок времени, да, был первый день моей трезвости, тоже в реабилитационном центре, здесь в Израиле. Ну, естественно, я тогда не мог предполагать даже, да, что вот этот вот один день трезвости, он превратится в фактически уже скоро даст Бог. В октябре отмечу 5 лет трезвости. На самом деле, ничто, совсем ничто не предвещало этого, да, так как один день трезвости, той самой трезвости, пусть даже в закрытом реабилитационном центре, но это было очень много для меня, да. До этого я пил, употреблял годами, годами, да. Я из тех, которые, людей, которые употребляли и пили каждый день, да. То есть я не запойный алкоголик, как говорится, да, я не уходил в запой, не выходил, я просто из них не выходил. Я пил каждый день, пил много и в последние, последние годы и месяцы моего пьянства я не мог остановиться ни на один день даже под угрозой неминуемой, неизбежной смертью, да, так как вот за год до моей трезвости врачи мне поставили страшный диагноз, да, цирроз печени. И, конечно, будучи в больнице, пройдя достаточно такой болезненный, неприятный курс реабилитации, восстановления, да, и какое-то время был трезвый, то, что говорится у нас на мышце, на страхе, да, но это всего-навсего. Продолжилось несколько месяцев и после того, как я немножко окреп и пришел в себя, я опять пошел пить. Я опять пошел пить, несмотря на то, что врачи мне ясно дали понять, что пить и жить для меня две, ну, скажем так, две вещи взаимоисключающие, да, то есть, и что странно, ну, я не хотел умирать, да, я не из тех, кто вот, ну, будет вам говорить, что вот, я там не боюсь смерти, там, вот, меня как бы не пугает перспектива, хотя, конечно, были периоды своей жизни, когда я считал, что я очень храбрый, бесстрашный, да, что тоже говорил вот эти вещи, да, ладно, все мы умрем, да, все мы это, ну, опять же, это вот пьяная бравада, да, которая, которая, я знаю, знакомая и свойственна многим нашим друзьям, да, но на самом деле, и опять же, будучи человеком нетрусливым, я служил в армии, я и воевал, мне приходилось участвовать в боевых операциях, да, и тем не менее, ну, я могу сказать, что вот ни на секунду в мои планы не входило умереть от алкоголизмов, 36 лет, да, мне было 36 лет, когда мне уже поставили диагноз цирроз печени, еле-еле врачи вытащили меня с того света, когда я очутился в больнице, там, кроме печени, еще не работали почки, поджелудочная развалилась, короче, ничего приятного, и я был жутко напуган вот этим вот случившимся, в самом деле, да, сильно напуган, очень не хотелось умирать, пройдя вот через эти вот, ну, действительно, это были очень сильные физические страдания, да, я уже не говорю обо всем остальном, да, я, ну, был твердо уверен, что, что я больше в жизни никогда не притронулся к алкоголю, и, как я уже сказал, этого решения, хватило всего-то на несколько месяцев, стоило мне немножко оклематься, немножко прийти в себя, и моя рука опять потянулась к рюмке, я не знал тогда, почему это происходит, да, то есть, я не понимаю, я ничего не знал о том, что вот мы сегодня называем болезнью алкоголизм, в самом деле, то есть, у меня были, такое, было такое самое поверхностное, самое бытовое представление об этом, да, мне казалось, что алкоголики, это вот такие страшные бородатые, вонючие дядьки, которые валяются под забором, да, которые все пропили, да, у которых ничего нету, а я, в принципе, 36 лет, молодой, красивый, да, там, не знаю, хотя, конечно, сопутствующий ущерб от долгих лет пьянства, ну, и употребления других веществ, он, конечно, был налицо, да, явно налицо, но тем не менее, тем не менее, да, у меня была работа, я неплохо зарабатывал, у меня была крыша над головой, пусть это была крыша родителей, но тем не менее, да, и вроде бы внешне, внешне можно было сказать, что вот, вроде бы, да, ну, какой же я алкоголик, да, тем более, 36 лет, у меня это вообще не вязалось с тем, мне казалось, что вот, ну, для того, чтобы стать алкоголиком, да, нужно, там, 50 лет, да, мне казалось, вот, вот почему-то у меня было такое представление, что алкоголик это обязательно какой-то пожилой дядька, да, и, да, я действительно ничего не знал про эту проблему, и мне казалось, что я пью, ну, во-первых, потому что я это любил, я это очень любил, это дело, да, то есть, тоже я не мог понять, я, конечно, видел, что я пью как-то, как-то, то, как я пью, это немножко отличается от того, как пьют даже те друзья, с которыми мы вместе пили, с которыми мы вместе проводили время, да, и вроде бы они тоже немало пили, да, некоторые даже больше, чем я, но тем не менее, разница была, да, я почему-то пил, мне всегда нужно было больше, мне всегда нужно было дольше, и очень странно для меня было, вот, свойство такое непонятное мне, у моих друзей, да, вот, когда часто возникал выбор между тем, чтобы пойти выпить или пойти, ну, вот, допустим, даже пойти, там, на море, на пляж, да, вот, я вот буквально полчаса назад вернулся, я говорю, ребята, ну, давайте сегодня выходной день, давайте встретимся, выпьем, они говорят, да нет, что ты, давай пойдем на пляж, покупаемся на море, позагораем, я думаю, блин, в чем гоните, да, вы вообще нормальные, как это, вот, ну, ну, есть же возможность выпить, да, как можно что-то, да, сопоставить с этим, и я видел, да, я понимал, что вот это вот моя, сегодня я знаю, это называется одержимость, да, одержимость алкоголем, я действительно отличался от других людей, потому что алкоголь, действительно, я не знал, что алкоголь делает для меня, производит тот самый чудесный эффект, я не знал, что, чем алкоголик отличается от неалкоголика, сегодня благодаря анонимным алкоголикам, благодаря нашей программе, я знаю, в чем же заключается два основных отличия алкоголика от человека, просто, который любит пить или который любит много выпить, во-первых, у меня нету возможности контролировать количество выпитого, да, я сажусь пить, и я пью уже до победного конца, что говорится, даже если я себе, там, решил, принял какое-то там решение, да, сколько раз, сотни раз это было, да, что вот я выпью только чуть-чуть, только вот часок-два после работы, а там где-то что-то, это никогда это не заканчивалось, там, да, одной бутылкой пива или там двумя-тремя рюмками, да, вот я принимал решение, я выпью три рюмки, я выпивал три рюмки и принимал другое решение, да, принимал другое решение, что, ну, вот сегодня я обязательно продолжу, да, и вот так вот раз за разом, день за днем, и, ну, в принципе, я начал пить, тоже какая-то история, наверное, не сильно интересная, или там сильно отличающаяся от множества других историй, ну, я абсолютно из нормативной семьи, у меня нормативные родители, нету ни алкоголиков, ни наркоманов, ну, опять же, с алкоголем я познакомился, там, может быть, 14 лет мне было в компании пацанов, да, я не помню, мы просто пошли взяли бутылку водки, просто так, никакого повода для этого не было, это просто, вот, как мне казалось, был некий этап взросления, да, ну, просто пошли взяли, выпили, и тот эффект, который произвел на меня алкоголь, сегодня я знаю, что он не производит того эффекта на большинство людей, которых мы называем нормативными, нормативные не алкоголики, я вдруг почувствовал свободу, я еще не знал свободу от чего, да, то есть, но сегодня я это понимаю, я никогда не любил трезвость, да, даже до того, когда я впервые в жизни попробовал алкоголь, я уже не любил трезвость, я не любил вот это вот состояние, да, почему-то в трезвости у меня всегда были какие-то там заморочки, как мы говорим, да, постоянно, то есть, да, моя голова работала, мне кажется, 24 часа в сутки, даже когда я спал, да, мне какие-то крутились абсолютно безумные мысли, идеи, да, я был полон каких-то там страхов, каких-то тревог, постоянно думал о прошлом, о будущем, что связано, да, с какими-то состояниями жалости к себе или страхами, или вот это состояние у меня всегда было какое-то несопричастности с окружающим миром, да, почему-то я всегда чувствовал себя чужим везде, да, вот это вот чувство, как будто бы даже с самыми близкими людьми, даже с родителями, даже с родным братом, как я уже сказал, у меня абсолютно нормативные родители, они меня очень любили, они обо мне очень заботились, и сегодня они продолжают это делать, да, дай бог им здоровья, но тем не менее, я даже вот в своей семье чувствовал себя как-то вот посторонним, да, не потому что ко мне так относились, да, то есть, это было не что-то там внешнее отношение ко мне, это что-то, это было вот это вот ощущение, внутреннее ощущение, как будто бы я не принадлежал ни к чему, ни к семье, ни к компании друзей, ни на рабочем месте, ни в рабочем коллективе, ни в классе, ни в армии, да, нигде, да, то есть, вот чувство как бы абсолютно непринадлежности, да, но опять же, я не могу сказать, что до того, до определенного возраста меня это тревожило, почему что, ну, я думал, что все так живут, да, вот, вот это вот и есть жизнь, да, вот это вот то, что есть, но попробовав первый раз в жизни алкоголь, я вдруг почувствовал, что, блин, оказывается, может быть по-другому, да, то есть, я не знаю, что произошло, но вот, вот эти вот все шумы в голосах, в голове, да, вот эти голоса, вот эта вот тревога, беспокойство, сожаление, чувство отчуждения, чувство несопричастности, оно вдруг куда-то пропало, вдруг куда-то пропало, и я вдруг почувствовал, вау, да, а ведь оказывается, может быть по-другому, может быть совершенно по-другому, и, ну, я очень сильно полюбил это состояние, да, и, наверное, тогда на подсознательном еще уровне, каком-то уровне я решил, что я буду делать это как можно больше и как можно чаще, но, но, как ни странно, да, вот я помню даже вот первый раз, когда я пил тогда вот с друзьями в компании, случилось еще что-то, да, что, опять же, случалось со мной еще множество раз впоследствии, да, я начал пить, вот у меня было вот это вот состояние, что мне вдруг стало очень хорошо, я продолжил пить, мне стало еще лучше и еще лучше, я продолжал пить, погода мне вдруг не стала очень плохо, да, погода мне не стала очень плохо, и окей, в следующий раз я буду умнее, я решил, да, я выпью ровно столько, да, я остановлюсь вот на этом вот состоянии, да, когда мне вот это вот наступает момент освобождения, облегчения, да, как будто бы вот весь мир упал с моих плеч, да, обычно это достигалось первыми несколькими рюмками, ни разу за последующие 20 лет я не смог остановиться вот на этом вот состоянии, да, ни разу, да, я всегда доходил до этого состояния, но как-то очень быстро оно начинало ускальзывать, да, очень-очень быстро оно начинало ускальзывать от меня, и мне нужно было еще и еще и еще и еще, и как я уже сказал, да, так, 36 годам, как я сегодня, как сегодня я это понимаю, да, я уже был законченным алкоголиком, абсолютно спившимся, да, человек, который не мог ни одного дня не пить, пить для меня было, ну, вот, так же естественно, наверное, как и есть, да, конечно, я понимал, что что-то это, что-то ненормально, да, все-таки я был не настолько дураком, чтобы, чтобы не понимать, да, что пить в таких количествах будут последствия, тем более, как я уже сказал, последствия были, цену за такое, за такой образ жизни приходится платить всегда, да, не важно, какая это цена финансовая или, там, карьера, учеба, отношения, да, то есть в какие-то моменты в моей жизни, да, вставал вот этот вот выбор, да, выбрать или, там, пойти учиться, получить хорошее образование или продолжать вот так вот пить и употреблять, как это делал я, там, какие-то, там, строить хорошие взаимоотношения, отношения, да, там, с какой-то девушкой или продолжать пить, как я, и, как вы понимаете, выбор всегда был, ну, в пользу того, чтобы продолжать пить, да, почему, потому что, ну, мне казалось, я готов был заплатить эту цену, да, тем более, что у меня всегда была такая некая иллюзия, я тоже знаю, это свойственно очень многим алкоголикам, да, что, ну, у меня еще есть время, в принципе, у меня есть время, да, ведь что, я пока еще молодой, да, еще вся жизнь впереди, сколько мне, там, 23 года, да, ну, подумаешь, 25, ну, подумаешь, 30, да, в принципе, 30, еще тоже вся жизнь впереди, да, да, и в 34, в 35, то есть еще есть время, есть время, есть время, да, И что самое главное, вот эта иллюзия, что стоит мне действительно захотеть, стоит мне приложить действительно усилия, взять себя в руки, приложить силу воли, а у меня есть сила воли. Ну, дело за малым. И я специально называю это иллюзия, потому что на самом деле возможность что-то решить при помощи своей силы воли, при помощи желания, при помощи своих собственных усилий, она была потеряна, эта возможность уже очень-очень давно. У нас, как сказано, мы только оглядываясь назад, мы можем еще где-то как-то увидеть тот момент, когда мы могли остановиться. Да, в 20 лет, наверное, я мог остановиться своими усилиями. Ну, в 20 лет мне даже бы не пришло в голову, чтобы прилагать усилия для того, чтобы остановиться. Да, ну, все только начиналось. Вот. И как я уже рассказывал, да, я не зря рассказывал про эти состояния, которые всегда меня присутствовали, преследовали в трезвости, да, состояние дискомфорта, состояние... У нас в большой книге «Анонимные алкоголики», где изложена программа «12 шагов», оно описано «Беспокойство, раздражение и неудовлетворенность». Да, это мое нормальное состояние в трезвости. И я не знал, что это одно из... тоже из свойств, из симптомов хронического алкоголика. Проблема не только в том, что я пью слишком много, да, я всегда пью и буду пить сверх всякой разумной меры, да. Проблема в том, что когда я не пью, ну, попросту говоря, я чувствую себя хреновым, да. И алкоголь на самом деле для меня являлся много лет лекарством, выходом из вот этого вот состояния, да, как я уже сказал, то состояние, которое я никогда не любил. Трезвость, да, то есть вот никогда я не любил трезвость. И проблема в том, что чем больше я пользуюсь этим вот лекарством, которое называлось алкоголь, тем невыносимее становилась трезвость, да. Тем хуже и хуже я чувствовал себя в те короткие периоды, когда я вынужден был оставаться трезвым. И, как я уже сказал, в последние годы я вообще исключил это состояние своей жизни, да. То есть я был пьяным всегда. Я пил с утра, я пил на работе, я пил, когда я приходил домой, я пил перед тем, как ложился спать, я просыпался посреди ночи, пил, да. То есть, ну, я был. И неудивительно, да, что я оказался в 36 лет в больнице в таком палаченном состоянии. Хотя на самом деле я искренне неудоумевал, блин, как же такое, что случилось, да, когда врачи мне сказали, я помню, первые дни в больнице, врачи мне объяснили мое состояние. Ну, кроме того, что я сильно испугался, как я уже сказал, я еще сильно удивился. Я, блин, подумал, блин, ну как так, что ж случилось, да, то есть чего я в таком состоянии, да. А то, что я каждый день выпивал там на тот момент уже там по два литра виски, да, каждый день. На протяжении, ну, как минимум, там, четырех-пяти лет у меня как-то эти две вещи не связывались. И мне казалось странно, да. Я помню, был такой смешной случай в больнице, когда ко мне подошел врач. На самом деле мне никто фактически не задавал этот вопрос. Один врач в какой-то, когда уже там через пару недель более или менее пришел в себя, я пришел в себя, и в разговоре с врачом, а там был молоденький врач, и вот он, глядя на мои анализы, объясняя мне мое состояние, как я уже сказал, это было абсолютно такое состояние, еще совсем недавно находился при смерти. И он смотрел, и хачал головой, и там цокал что-то, и в конечном итоге у меня спросил, слушай, а сколько ты вот, сколько же ты пил, да, вот, ну, чтобы вот очутиться в таком состоянии. Вроде бы, казалось бы, логично, что человек в моем состоянии врачу должен сказать правду, да, ну, не только было, да, ну, что я, что я не алкоголик, чтобы сказать правду. На самом деле, я ему сказал ровно половину, да, из того, что было на самом деле, я ему назвал количество алкоголя, и количество времени, которое я употреблял, ровно половину из того, что было на самом деле. Я помню, как у него даже от этого округлились глаза, да, там чуть ли не вылезли из орбиты, он говорил, что нифига себе, ты столько пил, да, ну, слушай, нормальный человек должен был уже, как бы, умереть от такого количества алкоголя. Ну, я про себя подумал, вот думаю, да, вот лошара, да, вот что ты понимаешь, да, про эту тему, да, я же тебе только половину раз, то есть, я понял, да, что на самом деле не врачи, не это, да, пусть они мне лечат, там, печень, пусть они мне лечат почки, да, пусть они занимаются моим здоровьем, да, а эту тему про алкоголь они нифига не понимают, да, ну, что они мне тут еще будут рассказывать. И вот, когда они мне сказали, что, как бы, продолжать пить и продолжать жить для меня эти вещи несовместимы, я подумал про себя, ну, окей, да, предположим, да, предположим, да, но предположим, что что-то вы там, короче, тоже не совсем в этом знаете, не совсем в этом понимаете. И, опять же, через полгода я буквально после того, как я вышел из больницы, встал на ноги, окреп, вернулся на свое рабочее место и обшел пить, и обшел пить, хотя я прекрасно понимал, что, ну, понимал, я не понимал, я не, мало что смыслю в медицине, но у меня где-то в голове даже крутилась такая мысль, что вот я сейчас вот выпью, да, и вот это вот одна единственная рюмка может запустить в моем, в моей печени какой-то необратимый процесс, из-за которого я умру. У меня была такая мысль, я не знаю, как бы, так это или не так с точки зрения медицины, может ли такое быть или нет, но у меня такая мысль была. И, тем не менее, несмотря на это, да, я все равно выпил эту рюмку, да, я все равно выпил эту рюмку, сказал, ладно. Естественно, когда я пил, я был уверен, что это будет только одна, это единственная рюмка. Естественно, я на 100% был уверен, что теперь-то, зная и понимая, что все, вот, пройдя через все случившееся, понимая, что пить для меня это, ну, совсем нехорошая идея, я смогу это проконтролировать, я буду пить крайне редко в каких-то там особых-особых случаях, да, хотя тот день, когда я выпил, был абсолютно обычный день, да, не было никакого особого случая, да, я выпил одну рюмку и полугодичный запой, да, закончился в том самом реабилитационном центре, с которого, с которого и началась моя трезвость. И, как я уже сказал, то есть, ничто не предвещало, ничто не предвещало то, что эта трезвость продлится какое-то там продолжительное время, я был уверен, ну, вот для себя я был абсолютно уверен, что не важно, сколько я пробуду в этом реабилитационном центре, месяц, полгода, год, да, ну, конечно, я не могу пить, закрытое место, да, там нет алкоголя, но я понимал, что когда-то я выйду оттуда, и когда-то случится вот это вот, да, то, что опять в моей руке окажется рюмка, да, это неизбежно. На тот момент я тоже уже понимал, что, наверное, я не смогу оставаться трезвым достаточно долгое какое-то время, да, я, наверное, не хочу, да, вот это вот, полгода вот этой трезвости, то, что было после больницы, да, я пришел для себя к окончательному пониманию, что, как бы, трезвость, это, ну, совсем не мое, это не то состояние, в котором я смогу долго как-то жить. Я не, опять же, я не понимал, почему, да, то есть, это, я был очень, скажем так, как это сказать по-русски, я был очень запутан, да, то есть, вот, у меня, я действительно не понимал, что происходит со мной, да, почему, почему это так, да, почему я не могу пить, как нормальные люди, почему я не могу не пить, как нормальные люди, и я действительно не видел выхода, и потому что все, с кем я говорил до того, а я говорил, я обращался в профессионалы, я говорил с врачами, я говорил с психологами, с лучшими в Израиле, с самими дорогими в Израиле, и с наркологами, и с другими врачами, и социальными работниками, и кто мне только не пытался помочь, и куда они обращались за помощью, но нигде, нигде мне не предложили никакого решения. Единственное решение, которое мне было, помощь, которую мне могли предложить, это помочь бросить пить. Люди говорили, бросить пить, тебе нужна помощь, пожалуйста, бросить пить. Есть реабилитационный центр, есть какие-то медикаменты, которые помогут оставаться трезвым в течение первых месяцев, двух, трех. Ну окей, я понимал, хорошо, это все прекрасно, это все сработает, а что потом? А что потом? И ни у кого не было ответа на этот вопрос. Вот только оказавшись в реабилитационном центре, в который приходили, на мое счастье, да, это был один, кстати, из немногих реабилитационных центров у нас в стране, где приходили и делали служение ребята из анонимных алкоголиков, из анонимных наркоманов. И там впервые я услышал про то, что мы называем решением, да, программу 12 шагов. Ну на самом деле для меня это было, все слышалось очень дико, да, я, мне, мне это совсем не понравилось, да, мне это совсем не понравилось. Я был человеком очень далеким от то, что мне казалось религиозным. Ну да, мы говорим, что у нас программа не религиозная, у нас программа духовная. На самом деле я просто не видел разницы, я не понимал, да, говорили, что это там не бог, что это не высшая сила, да, но для меня абсолютно я не видел и не понимал разницы, что это, опять же, программа духовная. Ну я был далек от этого, там, ну я не знаю, на миллион световых лет, человек абсолютно неверующий, человек абсолютно нерелигиозный, человек, ну, стопроцентный материалист, да, к тому же на тот момент уже растерявший веру абсолютно во все, да, я уж не говорю там про какого-то там высшую силу и про какого-то там бога, да, я говорю про людей, про веру в собственные силы, да. То есть, ну, и все вот эти вот разговоры, да, вот о каких-то шагах, о какой-то духовности, абсолютно не слышались мне привлекательными и абсолютно не казалось мне какой-то вот, ну, рабочей схемой, да, что это может помочь такому человеку, как я. Тема ходить на какие-то собрания, там, рассказывать друг другу, там, свои истории о своих проблемах, делиться там, ну, абсолютно, абсолютно мне это не понравилось. Но, но, кроме того, что предлагали мне анонимные алкоголики, на тот момент мне уже никто ничего не предлагал, да, то есть у меня больше ничего не оставалось. И, вернее, у меня оставалось, у меня оставался открытый магазин, да, в который я мог пойти купить очередную бутылку. И я знал, что это произойдет, ну, я был на 100% уверен, да, что это неизбежно. Но анонимные алкоголики сумели как-то убедить, да, на самом деле меня никто не убеждал, да, меня никто не убеждал, мне никто ничего не доказывал, мне никто ничего не заставлял уже, тем более. Да, они просто приходили, рассказывали свои истории, и вот, пожалуй, истории, которые я слышал, да, произвели на меня наибольшее впечатление, да, почему? Потому что я вдруг понял, что есть, оказывается, на этом свете такие же люди, как я. Ведь мне казалось, что то, что происходит со мной, ну, ни с кем больше не происходит, да, что вот это вот, то, что я чувствую, то, что я переживаю, то, что я, это вот свойственно только мне. А тут оказалось, что, блин, оказывается, есть такие же люди, как я, да, есть такие же люди, как я, и они пили, как я, они пытались не пить, как я, они также чувствовали себя, когда бросали, когда пытались справиться с этой проблемой. И, ну, это было что-то новое для меня, да, и тем более, что эти люди, судя по всему, понимали, о чем говорили, да, потому что, когда мне, наконец-то, рассказали, в чем заключается, скажем так, специфика нашего заболевания, да, вот, хронического алкоголизма, Ну, у меня была сразу же полнейшая идентификация, как говорится, у нас в программе, да, то есть, ну, вот, я мог подписаться под каждым словом, да, у меня есть та самая вот непонятная мне физическая реакция, да, мы называем это феномен тяги или аллергия на алкоголь. Это в тот момент, когда я вливаю в себя алкоголь, я уже, как бы, не решаю, когда мне остановиться, да, это уже решает, это уже алкоголь решает, когда мне остановиться, да. И вот то самое алкогольное мышление и сухая трезвость, да, то, о чем рассказывали мне анонимные алкоголики, те мои непонятные и неприятные состояния в трезвости. И я видел действительно, что они, в крайнем случае, они понимают проблему, они понимают проблему, и у них есть некое решение. Опять же, как я уже сказал, это решение мне, ну, совсем не нравилось, вот, совсем. Но я решил попробовать по одной простой причине, да, ну, больше ничего у меня другого не оставалось. Больше ничего у меня другого не оставалось. И было еще что-то, да, было еще что-то. Потому что, как я уже сказал, если бы мне анонимные алкоголики предложили просто помощь, и вот если бы они говорили про 12 шагов, как про нечто, что просто тупо поможет мне не пить, вполне возможно, меня бы это не купило, да, скажем так, в кавычках. Потому что более страшное, чем для меня, чем смерть на тот момент, это было жить и не пить, да, то есть, ну, я не представлял, да, вот, если бы мне просто представили вот этот вот выбор, да, умереть от алкогольной смерти или быть трезвым долго. Ну, быть трезвым, так как я знал быть трезвым, да, как я уже сказал, мне в трезвости всегда было хреново, я бы, наверное, выбрал бы просто сдохнуть от алкоголя. Они предлагали что-то другое, они говорили, что может быть по-другому, они говорили, что при помощи программы 12 шагов трезвость может быть стать другой. Как я уже сказал, я очень сомневался в этом, да, потому что, опять же, мне казалось, ну, окей, ну, что может произойти в моей жизни, да, в моей жизни, кроме там плохих периодов, у меня были и достаточно хорошие периоды, у меня были периоды, когда я был гораздо более молодым, здоровым и хорошо зарабатывал, и вроде бы у меня все в жизни было, и там, я не знаю, и работа, и деньги, и там девушка, и красивая, и, ну, много чего, да, И все равно, и все равно, несмотря на это, мне было, мне не было хорошо, да, так что теперь ваша вот эта вот тема с этими шагами, с каким-то там богом, вот, что это может изменить для меня? Но они говорили, что может изменить, и тем более они сами выглядели так, как будто бы действительно в их жизни это изменило, да, потому что в них было то, что мне казалось странным, непонятным, то есть, да, для, особенно для человека, как мне казалось алкоголиком, да, ну, как я видел алкоголиков, Я не знаю, как у вас, ребята, в репцентре, да, но вот я, когда сидел в репцентре, я оглядывался на людей вокруг меня, да, тех, которых вы там сидели, ну, мне это представлялось довольно-таки унылым зрелищем, да, и мне казалось, что, ну, так будет всегда, ну, окей, вот я там не пью сейчас вот там Две недели в репцентре, да, мне хреново, и я думал, что вот если я не буду там пить два года, и вот эти ребята, которые приходили На собрании на нем рассказывали, там, я трезвый там два года, я трезвый там пять лет, я там трезвый десять лет Мне казалось, блин, какие бедные несчастные люди, да, короче, пять лет он трезвый, да, а ведь что такое, а что такое пять лет трезвого алкоголика, да, вот что такое пять лет не пить для алкоголика Это 5 лет мучений. Ну, реально, это 5 лет мучений для такого, как я. И мне казалось, что, блин, вот я не пью 2 недели, они мне сейчас, я к ним приду, они мне там что-то сделают, они мне объясняют, как не пить 5 лет, и вот я буду вот так вот 5 лет, да, как эти 2 недели сидеть и, короче, и страдать. Но они не выглядели страдающими, да, они наоборот, они выглядели довольно-таки, вполне довольными, довольные собой, своей жизнью, да, они все хорошо выглядели, они улыбались, они хорошо пахло, они были хорошо одеты, они приезжали на хороших машинах, они рассказывали истории, что у них в жизни сейчас все хорошо. Опять же, мне это все, мне это все казалось, не совсем, скажем так, не удушало это доверие, скажем, но, опять же, у меня не было ничего другого. На тот момент у меня не было ничего другого, я принял для себя решение, хорошо, окей, ладно, я сделаю то, что предлагаю, то, что они предлагают, да. Два месяца я пробыл в закрытом лип-центре, вышел, пошел на группу, через где-то месяц я начал делать шаги со спонсором. Я был абсолютно уверен, что вот я сделаю шаги, даже в тот момент, даже когда я начинал делать шаги, я был уверен, что я вот сделаю эти 12 шагов, а я был уверен, что я их сделаю, ну, мне было настолько хреново, я настолько не верил вот в эту тему, да, что мне казалось, я сделаю вот это вот, да, я сделаю шаги, я сделаю эту программу, ну, так хорошо, как никто никогда не делал, да, вообще, то есть я сделаю ее, ну, не просто там на пятерку, на пятерку с плюсом, да, вот, чтобы, ну, вот все, что, вот, все, все, о чем вы мне говорите, да, я это сделаю на 100%, да, на 100%, это не сработает, да, вот, вы увидите, да, вы увидите, и самое главное, я увижу, я для себя убежусь, что, ну, эта хрень не работает, и тогда, наверное, я пойду спиваться дальше, да, но, как видите, как видите, да, по мне, это сработало, да, это сработало 4 года, и вот-вот 8 месяцев я не пью и не употребляю и не хочу, что самое главное, что это тоже было, вот, одно из чудес, которое происходит в программе 12 шагов, ведь все те периоды трезвости, которые у меня были до того, даже когда я не пил, там, в течение полугода, или, там, я не пил несколько месяцев в тюрьме, то, что у меня были тоже приключения, еще это, бывали, что я не пил, да, то есть мысль о том, чтобы выпить, она никогда не оставляла меня, да, даже, я же говорю о том состоянии, но похоже, что, вот, там, даже через полгода, когда я не пил, я вроде бы уже не думал об алкоголе, но алкоголь продолжал думать обо мне, да, он ни на секунду не покидал меня, он всегда был, вот, мысль об алкоголе, она всегда была со мной, и одно из чудес в программе, да, которая происходит, да, мы вдруг как-то расстаемся, да, вот это вот, в какой-то момент я почувствовал, что все, я свободен от алкоголя, я не думаю о нем, и он не думает обо мне, и это чудо, я не верю, что такое может произойти, а это действительно одно из чудес программы. Это было одно из первых чудес оказалось, позже было еще множество, множество чудных вещей, которые случились со мной за предыдущие, за последующие 4 года, да, на сегодняшний день я трезвый, меня не беспокоят мысли об алкоголе или о наркотиках, у меня нету желания пить, и что самое главное, благодаря программе 12 шагов я действительно научился проживать ту жизнь по-другому, да, я чувствую себя совершенно по-другому, это было абсолютно что-то новое для меня, состояние, это абсолютно новая и другая трезвость, это очень похоже чем-то, да, можно провести некие параллели от того состояния, когда я употреблял в первые годы алкоголь, и вот это состояние, свобода, да, свобода от самого себя, но теперь, в отличие от алкоголя, который, по сути, является сильно действующим смертельным, да, ядом, который в конечном итоге может привести такого, как я, к смерти, да, сегодня, благодаря программе 12 шагов, сообществу, я достигаю того же самого, только этот путь ведет меня к жизни, только этот путь ведет меня к жизни, да, это нелегкий путь, я не буду никому врать и обманывать, и там рассказывать, что это легко, это нелегко, нужно прилагать усилия, нужно делать действия, нужно делать, нужно делать, продолжать делать, дисциплина, переступать через себя, это не сложно с точки зрения, скажем так, с технической точки зрения, программа, она очень простая, но это очень нелегко для такого законченного, как оказалось эгоцентрика, эгоиста, и как я, да, потому что все-таки у нас программа духовная, и в первую очередь программа, она нацелена даже не на освобождение от алкоголя, а освобождение, как я уже сказал, от самого себя, от того себя, да, который всегда был очень замороченным, очень недовольным собой, окружающим миром, да, человеком, у которого было множество там претензий, страхов, обид, ну и многих-много чего-чего другого, что делало мою трезвость невозможной, сегодня, к счастью, это не так, да, благодаря программе я научился жить совершенно по-другому, чего искренне из всего сердца, желаю и каждому, каждому из тех, кто послушал, спасибо вам огромное за то, что пригласили меня, спасибо, что действительно мне предоставилась такая честь, это не само собой разумеющееся, быть трезвым для меня, приходить делиться своим опытом, да, большое спасибо, да, если будут какие-то вопросы, я сразу все отвечу, на этом я, наверное, закончу, все, спасибо, трезво сегодня. Спасибо большое, Виталий, тебе, Виталий, за твое спикерское, очень ценный болезнь, твой опыт. Дорогие друзья, время нашей встречи подходит к концу, мы будем рады видеть вас снова, и, с вашего позволения, защитаю обещание девятого шага. Мы познаем новую свободу и новое счастье, мы не будем сожалеть о нашем прошлом, и вместе с тем не захотим полностью забывать о нём. Мы узнаем, что такое чистота, ясность, покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймём, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наши самолюбия, и в нас усилится интерес к другим людям. Мы западимся от эгоизма, изменится наше мировоззрение, исчезнут страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше нас озадачивали. Мы поймём, что Бог делает для нас то, что мы не смогли сами сделать для себя. Не слишком ли это звучит многообещающе. Нет. Всё это произошло со многими из нас. С одними раньше, с другими позже. Всё это становится явью, если приложить усилия. Здесь все разговоры конфиденциальные. Что здесь сказано, должно остаться между нами. Теперь вот что я хочу сказать тем из вас, кто недавно вступил в нашу группу сообщества. Какие бы ни были ваши трудности, найдутся среди нас и другие, пережившие подобные невзгоды. Если вы готовы к изменениям, вы найдёте поддержку. Вы узнаете, что можно найти выход из любого положения. Можно помочь любому горе. Мы все несовершенны. Возможно, наше поведение не отражает полностью той теплоты, которую мы чувствуем по отношению к вам. Со временем вы увидите, что хотя мы здесь не всегда друг другу нравимся, но мы всегда друг друга любим. Беседуйте между собой. Обсуждайте разные вопросы. Но без всякой зависти и критики друг друга. Пусть мир, мудрость и любовь укрепляются в ваших душах с каждым днём. Все желающие приглашаются к молитве о Душевном Букое. Здравствуйте, Вадик, зависимый. Виталик, ты сказал, когда ты начал делать шахи, у тебя была полная неуверенность, что оно тебе поможет. На каком этапе или на каком шаге эта неуверенность минимизировалась и начала появляться уверенность? Да, спасибо за вопрос. На самом деле очень интересный вопрос. Ну, смотрите, я с самого начала оговорюсь, что очень многое из происходящего с людьми в программе, оно очень индивидуально. И многие изменения, о которых рассказывают ребята в сообществе, с кем-то это произошло на первом месяце трезвости, с кем-то произошло это на пятом месяце трезвости. Вы поняли, что это очень-очень индивидуально. Кто-то начинает делать шаги, как я начал на третьем месяце трезвости, кто-то начинает делать шаги на трёх днях трезвости. Да, и естественно, то, что с нами случается в программе, это зависит и от этого, и от многих-многих разных других факторов. Да, со мной вот эти вот, вот это изменение, я даже помню, я даже помню, что случилось. Я не помню, на каком периоде трезвости это случилось, наверное, где-то у меня уже к тому моменту было полгода трезвости, я был на четвёртом шаге. Опять же, как я уже сказал, это очень индивидуально, у меня есть ребята мои подспонсорные, ребята, с которыми я работаю по шагам, которые на полгода у них уже есть свои подспонсорные, да, и их подспонсорные уже на четвёртом шаге, да. Ну, так у меня сложилось, да, что где-то на полгода трезвости я был на четвёртом шаге, и я помню, что в один из вечеров, да, делая вечерний одиннадцатый шаг, ну, чтобы вы имели представление, может быть, не все из вас знают, что такое вечерний одиннадцатый шаг, это очень похоже, как в реабилитационных центрах делают там вечерний самоанализ, я знаю, но это называется, да, или так вот, как прошёл день, ну, для себя, да, естественно, у нас в программе это, мы всё это делаем, стараемся делать с Богом, с молитвой, с медитацией, есть некие, делаем это регулярно, каждый день и каждое утро, да, и вот, как-то сидя один вечер, вот, во время этого одиннадцатого вечернего шага, я вдруг, я говорил во время своей спикерской, что мысли об алкоголе не оставляли меня никогда, да, что даже когда я не думал об алкоголе, алкоголь думал обо мне, он всегда был где-то здесь, да, ну, я вам могу сказать, что первые месяцы моей трезвости, даже уже когда я начал делать шаги, я думал об алкоголе, ну, сначала это было по десять раз в час, да, потом это было по десять раз в день, да, потом всё равно, да, всё равно меня вот это вот всегда догоняло мысль, а об алкоголе неважно в каких, о чём именно я думал, как хорошо было бы выпить или как хреново, что теперь нельзя выпить, да, и вот это вот, то есть алкоголь, он был всегда со мной, он был всегда со мной, и вот в один из дней, как я уже сказал во время вечернего одиннадцатого шага, вдруг ко мне пришло такое понимание, что, блин, я оказывается весь день прожил без алкоголя, не на физическом уровне, да, то есть я уже сказал, я уже был полгода трезвым к тому, на тот момент, то есть я за весь день не вспомнил ни на секунду об алкоголе, и вот эта вот мысль, она ни секунду не пришла мне, и вдруг потом вау, да, ведь может же быть такое, ведь может же быть такое, и вы знаете, да, и вот это вот было для меня действительно какое-то вот такое, я действительно запомнил это, и с тех пор, таких вот дней, да, стало, их стало, потом это возвращается, да, я не могу сказать, что с тех пор я больше вообще никогда не думал о алкоголе, нет, но таких дней стало все больше и больше, потом дни превратились в недели, недели превратились в месяцы, да, за последние пару лет я могу, наверное, по пальцам одной руки, и, наверное, мне понадобится не совсем много пальцев, чтобы сказать, сколько раз мне вообще приходила какая-то там мысль об алкоголе, вот с тех пор я понял, да, что, блин, ну, судя по всему, это работает, это работает, опять же, у меня это случилось вот в такой полгода, четвертый шаг, я знаю, ребят, у которых это случается быстрее, я знаю, ребят, у которых это случается медленнее, как я уже сказал, у каждого это индивидуально, но я знаю, что это случается без исключения с каждым, кто, как сказали у нас в книге, кто строго следовал по этому пути, да, кто это делает, в какой-то момент это наступает, ну, вот как-то так. Спасибо, очень разумеется, у вас еще ответ. Виталий, привет. Привет. Антон, зависимый, скажи мне, пожалуйста, сейчас у тебя есть уверенность, что ты никогда не выпьешь, и вообще уверенность, ну, когда, вот, в себе уверенность, и как поменялась твоя жизнь, ну, сейчас ли мне ты сейчас, ну, два вопроса, да, сейчас ли мне ты сейчас, и есть уверенность в том, что, что ты не выпьешь. Вот у меня все, спасибо. Да, спасибо, ну, смотри, интересно, конечно, вопрос, да, у нас очень часто отвечают на этот вопрос, да, ну, смотри, я не пью только на сегодня, да, я знаю, например, что вот только сегодня, если я буду продолжать делать то, что я делаю, я не выпью, ну, на самом деле, я могу сказать, что я не вижу, что может случиться в моей жизни такое, чтобы заставило меня на сегодняшний день сделать выбор в пользу алкоголя. Я видел людей, которые переживали страшные, личные какие-то там трагедии, при этом оставаясь трезвым. Уверен ли я, что я не выпью? Да, уверен. Только на сегодня? Окей, только на сегодня. Но я действительно не представляю себе сегодня никакой, ведь, опять же, что значит выпить? Ведь для меня действительно, я много лет жил вот в этом вот состоянии, что алкоголь был для меня решением. Алкоголь для меня был решением. На сегодняшний день я твердо знаю и понимаю, что алкоголь для меня не может быть решением ни для чего. Ни для чего, да. Пожалуй, если я когда-нибудь решил покончить жизнь самоубийства каким-нибудь таким извращенным, да, таким тяжелым-тяжелым способом, да, наверное, может быть, можно сказать, я выберу алкоголь. Но навряд ли, да, навряд ли это случится, поэтому да, я уверен. Я на сегодняшний день, я уверен. И не столько в себе, да, ведь сегодня речь идет не только обо мне. Я знаю, что то, что у меня есть, это не благодаря мне. На сегодняшний день я верю в Бога. Это отличается, да, от того представления Бога, которое у меня было там четыре с половиной года назад. Вполне возможно, но когда я говорю Бог, это сильно отличается от того, что вы себе представляете. Как сказал один спикер, я помню, американец, он сказал, да, ребята, я тоже не верю в того Бога, в которого вы не верите. Да, сегодня у меня абсолютно какое-то свое понимание, ощущение высшей силы. И на сегодняшний день я знаю, у меня есть действительно реальные доказательства присутствия, да, этой силы в моей жизни. И я знаю, что покуда я остаюсь вот в том состоянии осознанного, какого-то осознанного контакта, осознанного взаимоотношения с этой высшей силой, все будет нормально. Да, то есть, в крайнем случае, силы на то, чтобы остаться трезвым у меня будут, да. Поэтому, да, на сегодняшний день я уверен. Я уверен в себе, я уверен в своих силах, но еще больше я уверен в помощь той самой силы, которую, опять же, я называю ее Богом, да, просто потому что это то слово, которое, вот оно удобное, да, это то слово, которое я знаю, но, опять же, как я уже сказал, это может быть вполне отличаться от счастлив ли я сегодня, могу дать, ну, точно ответ, да, да. Сегодня я понимаю, что, опять же, я понимаю сегодня счастье абсолютно не так, как это было четыре с половиной года назад. Раньше слово счастье было связано для меня, короче, счастье для меня это было хорошо выпить. Вот то состояние, когда я хорошо выпивший, да, вот это вот было для меня счастье, да, вот по кайфу, да, то есть мне хорошо, мне по кайфу, меня прет, да, счастье это что-то такое яркое, что-то вот это. Да, на сегодняшний день я понимаю это по-другому, я понимаю это по-другому, и да, да, я счастлив. Это не значит, что у меня нет трудностей в жизни, их хватает, это не значит, что в жизни нет каких-то тяжелых моментов, что не нужно с чем-то там справляться, с чем-то там напрягаться, это не значит, что там случаются какие-то неприятности, не случаются каких-то неприятностей в жизни, все случается. И как я уже сказал, это не легкий путь, это не легкий путь. Но сегодня я понял, что можно быть счастливым, несмотря на все вот эти трудности, несмотря на все вот неурядицы, несмотря на все какие-то неприятные жизненные моменты, которые были и будут, и я знаю, что будут, да, я знаю, что впереди еще ждут множество испытаний неприятных. И то, что я говорю, что я вот счастлив, я понимаю, что я их проживу, я знаю, что будет нелегко. Но я знаю, что у меня хватит сил, чтобы это пройти, пережить. Поэтому да, поэтому да. Спасибо, ребята, за вопросы. Виталик, спасибо тебе за ответ. Есть ли еще какие-то у кого-то, может быть, что-то непонятное? Не стесняемся, пока спикер с нами. Да, может, тогда какие-то рекомендации? Вот, ребятам, я просто тоже была в реп-центре, и у меня, например, очень страшно было выходить в мир обычный. Может быть, кому-то будет отзываться такой вопрос. Тоже как, чтобы ты посоветовал, порекомендовал. Да, спасибо за вопрос. Мне тоже было очень страшно. Я помню, что вот тот день, когда я выходил из реп-центра, меня забрал отец, и мы ехали вот полчаса до... Примерно от реп-центра до дома. Я вообще не представлял, что произойдет через полчаса. Да, я впервые в жизни не знал, что будет. И у меня не было никаких мыслей, или каких-то там представлений, или каких-то вот, что произойдет. Да, вообще. И, наверное, тогда я в первый раз в жизни честно молился. В Псков-молитве я не знал, да, единственная молитва, которую я знал, это вот молитва, которую мне научили в реабилитационном центре, молитва о душевном покое. Да, я ехал, я вот, короче, повторял ее, повторял, да, то есть я вот, ну, я знал, что сейчас вот мы полчаса доедем до дома, да, а вот что реально будет, когда я приду домой, ну, я не знал. Я не знал, что будет завтра утром, когда я проснусь. Я знал, что завтра в 8 часов вечера есть группа анонимных у меня в городе. Да, это единственное, что я знал. Я знал, что мне нужно туда попасть. Я знал, что желательно мне попасть туда трезвым. Да, это единственное, что я знал. И меня вот как-то вот это вот удержало. И я действительно решил дать этому шанс. Ну, вот, я на самом деле, когда всегда говорю, да, ребята, ну, это, вот эта тема, да, о которой мы говорим, в нее, в самом деле, в нее не обязательно верить. Да, я же, я говорю, это не то, чтобы вот я, как бы, обо всем этом услышал, да, был на них алкоголиках и решил, вау, блин, какая тема классная, да, вот все, это теперь сработает, вот я теперь приду и сделаю, и буду трезвым, и, там, и, да, и буду сидеть, рассказывать другим, как это быть трезвым. Нет, нет, да, то есть это абсолютно не должно нравиться. Это абсолютно не должно быть понятно, да, то есть, вот, как, ну, часто я слушаю, да, блин, я не понимаю, как это работает. Ну, я, 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 4, 4,5 года в этой теме, я до сих пор не понимаю, как это работает, да, по большой части, да, я, я, скажем так, я на сегодняшний день не знаю про программу гораздо больше, чем я не знал 4,5 года назад, да, то есть, я чуть-чуть, я чуть-чуть что-то знаю, да, я получил какие-то ответы на какие-то свои вопросы, которые у меня были 4,5 года назад, но, как бы, с тех пор вопросов у меня стало гораздо, гораздо больше, да, И это нормально. И я действительно не знаю, не понимаю, как это работает, почему это работает. И, как я уже сказал, мне совсем это не казалось привлекательным или интересно, и мне это совсем не нравилось. Ну а вдруг, да, вот я решил, ну а вдруг, а что мне есть терять? Вот что мне есть терять? Ну, в самом деле, просто дать этому шанс. Просто дать этому шанс. Шаг за шагом, день за днем. Попробовать оставаться трезвым, попробовать прийти на группы, попробовать договориться со спонсором и сделать вот то, что предлагают анонимный алкоголик. На самом деле, это не так-то уж и сложно. Это гораздо легче, чем мне казалось. Ну, мне голова рисовала такие страшные картины, да, когда я выйду. Мне казалось, что мне будет настолько хреново в трезвости, что я, блин, у меня была такая иллюзия, что я, блин, ну, как бы там в мучениях буду там от трезвости валяться, да, мне будет настолько хотеться выпить, да, что я аж прямо-таки это... Нет, на самом деле, это все гораздо менее страшно, это все гораздо более легче, чем рисовала мне моя голова. Это нормально, она будет рисовать, она будет рассказывать, она будет рассказывать, что это все сложно, и все это страшно, и все это не сработает, и все это и хреново, да, и вся вот эта безнадега, и как бы... И ничего не поможет, и ничего не сработает, и хуже быть не может, и... И все это хрень, да, это все хрень, это голова рассказывает, да. Окей, хорошо, я всегда говорю, извините, голова, иди ты в жопу, да. Я на группу, да, я на группу, я, не знаю, я включу, там, спикерскую послушаю, да, я включу, я возьму, там, книгу почитаю, я позвоню, там, анонимному, да, и что-то это... Сделаем, сделаем, и потом посмотрим. И так оно работает, и так оно сработало. Дело, дело, делать, несмотря ни на что, и... Ну, я абсолютно уверен, что это даст результат. Какой будет результат, я уверен, он будет в сто раз лучше, чем тот результат, который бы был, если бы я этого не делал, да, меня бы сегодня не было бы среди живых, у меня нету абсолютно никакой, да, там, иллюзии, да, что если бы вот не это вот, да, я бы там... Я бы уже давно был, я бы уже давно вздох, я должен был умереть еще, там, четыре с половиной года назад. Ну, даже, если включая эту тему с репцентром, хорошо, ну, там, еще бы год бы я где-нибудь пробарахтался. А тут нет. Я дал этому шанс, и... Скажем так, я дал, как говорит мой спонсор, да, ты дал шанс Богу, и Бог за это дал шанс тебе. Ну, вот как-то так. Спасибо большое, Виталий, за ответ. Да. Отзывается. Ребят, есть ли у вас еще вопросы? Если есть, то прошу. Ваш микрофон. Тогда, может быть, еще такой вопрос, Виталий. Скажи, пожалуйста, был ли у тебя страх срыва, и если был, то его переживал? Да, спасибо за вопрос. Ты знаешь, как ни странно, нет. Ты знаешь, мне до сих пор немножко... Ну, веселит, ну, не веселит, да, и опять же, когда алкоголик или наркоман мне говорит, я боюсь сорваться. Блин, я не боюсь сорваться. Ну, блин, меня чем испугать? Что я пойду бухать? Меня? Меня не испугаешь тем, что я пойду бухать? Меня было ужасно страх жить трезво. Вот это меня действительно пугало. Вот это меня действительно напрягало. Я представлял там, что будет хреново, тяжело в трезвости. Окей. Ну, я всегда думал, окей, как бы там, ну, вот будет невыносимо хреново, я пойду пить. Выход, решение. Но тут я сам для себя уже принял решение, что это для меня не решение, что я не пойду пить. И мне казалось, блин, как это вот будет же вот такие дни, когда мне будет вот настолько хреново, и я даже не пойду. Вот это меня пугало гораздо больше. Меня это пугало гораздо больше. Я, опять же, на сегодняшний день знаю, что это все развод. Да, были тяжелые дни в трезвости, были неприятные дни в трезвости, было хреново. Ну, вот настолько хреново, как мне рисовала моя голова, ну, вот такого не было. Да, поэтому, опять же, я же говорю, я не боялся сорваться, я боялся не сорваться. Скажу так, я боялся действительно, что, блин. Ну, вот как-то так. Меня трезвость пугала. Меня всегда пугала трезвость. Трезвость, безвозможности, да, прибегнуть к тому единственному лекарству, которого я от него знал. Да, что-то, что мне казалось, что, ну, на сегодняшний день я знаю, что это ерунда. Ну. Спасибо большое. Спасибо, Виталик, за ответ. Друзья, ну что ж, если у вас есть вопросы, то есть возможность задать вопросы нашему спикеру. Если нет, тогда мы можем поседать нашу встречу закрытой. Если есть кто-то из консультантов, то все-таки напишите, пожалуйста, контакты свои, чтобы мы могли с вами связаться. Спасибо.